Друзья, добрый день! Меня зовут Наталья Носова, мы с вами в Дарвиновском музее на детском канале, и я, как обычно, отвечаю на ваши вопросы или рассказываю о каких-то необычных животных. И сегодня я хочу с вами поделиться информацией об удивительном животном, уникальном, которое обитает в Новой Зеландии, и называется это животное Гартерия. Это рептилия, причем самая крупная рептилия Новой Зеландии, самцы могут достигать длину 75 сантиметров, ну такие вполне нормального размера. Но если вы посмотрите на это животное не особенно внимательно, вам покажется, что это обычная ящерица, может быть ничем не примечательная. Но, во-первых, это абсолютно не ящерица, а во-вторых, обычно уж точно ее не назовешь. Итак, Гартерия или ее другое имя Туатара, это животное из отряда, которое называется Клевоголовые. И это единственный представитель отряда, который дожил до наших дней. Появился отряд этот на Земле около 250 миллионов лет назад. Представьте, ну давайте сравним, динозавры появились на Земле около 242-245 миллионов лет назад. То есть это действительно очень древние рептилии, у которых множество архаических, таких необычных очень черт, которые современным животным не свойственны. Самым ближним родственником к Гартерии из современных животных является отряд чешуйчатый, к которому относятся все змеи и ящерицы. Туатара это местное название на языке маори, она означает колючая спина. И посмотрите, действительно на спине этих рептилий, как и самцов, так и самок. Есть очень необычный гребень, поэтому Гартерия немножко напоминает какого-то сказочного дракона. Но это не самое интересное, что в этом животном есть. У нее очень много других необычных качеств. Вы наверняка себе представляете, как выглядит ящерица. Давайте посмотрим более внимательно на Гартерию. Обратите внимание, что у нее нет ушных отверстий. То есть не то, чтобы Гартерия вообще была глухая, у нее не было бы ушей. Уши у нее есть. У нее есть внутреннее ухо, но у нее отсутствует ушное отверстие, у нее отсутствует брабанная перепонка, а полость среднего уха наполнена просто соединительной тканью рыхлой, которая в основном состоит из жира. Ну и в общем понятно, что при таком строении уха, конечно, Гартерия слышит не очень хорошо. Но у Гартерии есть большие, красивые, выразительные глаза. Эти глаза с вертикальным зрачком очень хорошо видят. Гартерия хорошо различает цвета. И кроме того, Гартерия хорошо видят даже в темноте, потому что в глазах у нее есть так называемый топетум, зеркальце, светоотражающий слой клеток, который позволяет усилить зрение при недостаточной освещенности. И эта Гартерия совершенно необходима, потому что Гартерия — это животное хищное, и охотится она преимущественно ночью. Что еще в этом животном необычном? У этого животного есть, помимо выразительных красивых глаз, которые сразу мы с вами видим, есть еще один дополнительный, так называемый теменной глаз. Третий глаз, который находится на макушке, и он очень хорошо виден у молодых животных. А вот когда животное уже взрослеет, этот глаз постепенно зарастает чешуйками, и его уже невозможно разглядеть, но это самый настоящий глаз. Там есть хрусталик, там есть сетчатка, там есть роговица, к нему идет нерв. Единственное, что, конечно, этим глазом невозможно ничего хорошо разглядеть, но этот глаз помогает Гартерии определять уровень освещенности, что тоже для нее достаточно важно. Бывает, что третий глаз развит, например, и у ящериц, но не так хорошо, как у Гартерии. То есть у Гартерии из всех современных животных теменной глаз развит лучше всего. У Гартерии необыкновенные зубы. Зубы у них, в принципе, такие простые достаточно, они кленовидные, довольно острые и совершенно необычно. На верхней челюсти у этого животного двойной ряд зубов. Причем зубы устроены так, что нижний ряд зубов входит между двумя верхними. Вот получается такая необычная система. Вот так примерно это происходит, потому что у Гартерии на верхней челюсти, помимо нормального ряда зубов, есть еще тот ряд зубов, который растет у нее на нюбе. Но зубы у нее, к сожалению, не слишком-то прочные. Со временем они истираются, изнашиваются. И Гартерия, когда достигает уже взрослого возраста, достаточно почтительного, у нее уже зубы не восстанавливаются, и она просто кусает краями своих челюстей, тоже достаточно острыми. Но ей приходится переходить на какую-то более мягкую пищу, например, червей, стризней, потому что справиться с каким-то, например, жуком, у которого такой твердый хитиновый покров, беззубая Гартерия уже не может. Но мало того, что у нее необычный череп, который напоминает череп, например, тираннозавра, с большими очень двумя височными отверстиями. У нее еще есть необычный вырост на верхней челюсти впереди, собственно говоря, это дало название отряду, поэтому Гартерии и называются Клевоголовыми. Кстати, у них есть и другое название у этого отряда. Этот отряд еще называется Ящерогады. Когда-то этот отряд был очень многочисленный, и родственники Гартерии обитали в самой разной среде, в том числе были среди них и такие, которые жили в водной среде, имели очень необычную такую змеевидную форму тела и маленькие конечности, что им позволяло себя в воде чувствовать совершенно прекрасно и замечательно там охотиться. Что еще у нее необычно? У нее очень необычные ребра. Такие ребра встречаются среди всех сухопутных животных только у Гартерий. Сами ребра короткие, но помимо обычных ребер, у них еще есть так называемые брюшные ребра, которые с основными ребрами не связаны. И кроме того, у них еще и на настоящих ребрах есть крючковидные выросты. И вообще вот в этом смысле и грудная клетка больше напоминает грудную клетку птиц, чем сухопутных рептилий, что тоже очень необычно. У Гартерии очень примитивные легкие, очень примитивное сердце. И сердце такое, что больше напоминает не сердце других рептилий, а сердце рыб. То есть действительно оно очень просто устроено. Еще что необычно, это животное предпочитает прохладную температуру. Мы знаем, что в основном рептилии, поскольку это животные холоднокровные, они очень любят когда тепло, поскольку когда тепло, они становятся более активными. Но с Гартерией все совершенно не так. Гартерия предпочитает температуру, ну, примерно от 16 до 21 градуса. Температура выше 27 градусов может оказаться для нее смертельной. Вообще она сохраняет довольно такую высокую активность и подвижность при температуре, представьте себе, от 5 градусов, что для других рептилий совершенно невероятно. Но, кстати говоря, может быть именно такие адаптации сделали возможным для Гартерии выживание до сегодняшнего дня. Потому что многие рептилии, как мы знаем, вымерли, и те же самые динозавры, увы, почили. А вот Гартерия пережила динозавров и продолжает существовать до сих пор. Несмотря на то, что Гартерии вполне приспособлены для жизни в довольно таких средних температурах, не слишком высоких, все-таки зимой они впадают в спячку и в норах переживают неблагоприятное время года. Что еще необычно? Ну, я уже сказала, что Гартерии активны ночью, днем они, как правило, прячутся в норах, но они могут строить сами, а могут использовать норы буревестников. Долгое время считалось, что между буревестниками и Гартериями прям существует такая идиллия. Они могут жить спокойно в одной норе, абсолютно друг другу не мешая. Но оказалось, что это все-таки не совсем так и не всегда все происходит мирно, потому что, ну, согласитесь, коммуналка есть коммуналка, конечно, возникают и конфликты между этими животными. Но если Гартерии взрослые охотятся ночью, то молодняк, Гартерии, молодые животные, они предпочитают охотиться, наоборот, днем. И прежде всего для того, чтобы взрослые Гартерии их случайно не съели, потому что для этих животных характерен каннибализм, они могут съесть себе подобных, если они меньше размером и не могут слишком быстро убежать. Что касается их семейной жизни, тут тоже есть необычные особенности. Гартерии, во-первых, становятся половозрелыми очень поздно. Они медленно растут, они медленно взрослеют и лишь в 15-20 лет они становятся готовыми к размножению. И скорость размножения у них очень небольшая. Самка, как правило, размножается не каждый год, а размножается на один раз с промежутком от 2 до 5 лет. Соответственно, она откладывает от 1 до 19 яиц за один раз. Причем она откладывает их в норе, дальше она эту нору закапывает и более никак участия в судьбе своего потомства не принимает. И вот тут еще одна необычная особенность Гартерии. У них самая долгая инкубация среди всех животных. Инкубация яиц может продолжаться от 12 до 15 месяцев. Но другого такого примера мы не знаем, чтобы так долго шла инкубация яиц. Причем представьте, если, например, становится холодно, то инкубация на какое-то время замирает, и затем, когда восстанавливается подходящая температура, инкубация продолжается. Кстати, у Гартерии, как и у многих других рептилий, пол вылупляющихся детенышей зависит от температуры инкубации. Самая оптимальная температура 21 градус. При температуре 21 градус вылупится примерно одинаковое количество самцов и самок. Если температура повышается хотя бы на 1 градус, до 22 градусов, то 80% вылупщихся детенышей будет самцами. Если температура понижается до 20 градусов, то 80% будет самками. В этом смысле очень опасна для Гартерий такая ситуация, когда постепенно происходит потепление. И это может привести к тому, что популяция Гартерий будет состоять почти исключительно из самцов. И в таком случае, в общем, этому виду, конечно, грозит просто вымирание, потому что они не смогут продолжать свой род. Когда вылупляются детеныши, как я уже сказала, самки никак не заботятся о потомстве. И детеныши, когда вылупляются из яиц, они совершенно самостоятельно, они предоставлены сами себе, самостоятельно охотятся. Конечно, у них достаточно большое количество врагов, на них могут нападать более крупные животные, в том числе, как я сказала уже, и более взрослые Гартерии. Но, тем не менее, несмотря на такую вроде бы грустную ситуацию, что и размножаются не слишком-то быстро, да, и не каждый год, и яиц не так уж и много, но при этом у них очень высокая продолжительность жизни. Они могут жить больше 100 лет. Причем они длительное время сохраняют репродуктивную активность. В одном из городов Невой Зеландии при музее живет Гатерия, самец, которому уже 111 лет. Зовут его Генри. И Генри в 111 лет размножился вполне себе прекрасно, а его партнером стала самка, которой 80 лет. Так что, видите, действительно они сохраняют репродуктивную активность очень длительное время. Сколько на самом деле живут Гатерии, не очень понятно. Кто-то оценивает их продолжительность жизни максимальную в 100 лет, кто-то говорит, что они, вероятно, способны жить даже до 200. Но точно мы этого не знаем. Ну и теперь немножко о грустном. Конечно, ситуация с Гатериями была очень неплохой до тех пор, пока там не появились люди. Гатерии населяли оба больших острова Новой Зеландии, а также маленькие острова, которые к ним прилегают. Когда появились люди, сначала там появились маори, которые пришли, и с ними вместе пришли некоторые животные, например, крысы, которые наносили страшный урон популяциям этих животных. И в результате это привело к тому, что численность этих животных очень сильно понизилась. Но потом туда пришли европейцы, вместе с европейцами пришли еще крысы, а также к ним добавились самые разные домашние животные, в том числе кошки и собаки, которые стали поедать молодых Гатерий, поедать их яйца. И в результате на двух больших островах не осталось Гатерий вовсе. Они там исчезли. И сейчас они существуют только на 37 маленьких крошечных островках, которые находятся вокруг Новой Зеландии. На самом деле ситуация с Гатериями печальна уже довольно долго. И долгое время предпринимаются меры по их охране. И первые такие меры были предприняты еще в конце 19 века, в 1895 году. Но эти меры были не очень эффективными. Сейчас предпринимаются всяческие меры по их охране. И самое главное, что те островки, на которых живут Гатерии, должны быть свободны от крыс и других животных, которые могут представлять для них угрозу. И люди собирают яйца Гатерии, инкубируют их самостоятельно, да, инкубируют. И затем эти яйца, инкубировать их, видимо, не сложно, поскольку они могут развиваться при довольно низкой температуре, правда, долго. Ну и затем они молодых Гатерий подращивают, чтобы Гатерии были уже не настолько уязвимы, и чтобы можно было выпустить их в природу на те самые маленькие островки, где нет крыс и где эти животные могут существовать. Так что, видите, друзья мои, Новой Зеландии – это удивительное совершенно место на Земле, где живут совершенно фантастические животные. И мы с вами уже неоднократно об этом говорили. Мы с вами говорили об удивительных птицах, которые там живут. Но вот сегодня поговорили о такой необычной, очень древней и очень одинокой рептилии. Одинокой, потому что она одна выжила из всего достаточно большого когда-то отряда. Ну, на этом, пожалуй, все. Не забывайте ставить нам лайки, если вам понравилось видео. Пишите свои комментарии, задавайте новые вопросы и приходите в музей. Мы всегда вам рады. Всем хорошего дня. Пока!